Не спрятаться, не скрыться. Камеры единой диспетчерской службы помогли отследить и поймать воришку. Тысячи литров водки и коньяка в Каневской изъяли очень крупную партию контрафакта. Выходите с документами. В Сочи устраивают массовые рейды по местам, где живут приезжие строители. Добрый вечер. Эфир 9 канала продолжает программу. Что случилось, значит прямо сейчас о происшествиях на территории нашего региона. Редкое и страшное природное явление наблюдали в Темрюке. Это видео могло быть достойным фильма-катастрофы. Оно появилось в интернете благодаря пассажиру одного из автомобилей. Огромный вихрь стремительно несся по земле. Сначала он разбрасывал почву, а потом подобрался к линиям электропередач. Это был пыльный вихрь, как заявляют специалисты. На этой же видеозаписи можно увидеть темную вращающуюся воронку с моря. Это уже смерч. Для Темрюкского района явление не характерное. Как правило, смерчи возникают на Черноморском побережье в августе-сентябре из-за резких перепадов температуры на суше и море. В Азовском море температура воздуха и воды была практически одинаковая. Что породило смерч, непонятно. До 15 лет лишения свободы может получить житель станицы Каневской за покупку курительной смеси. Молодой человек заказал 50 граммов наркотика через интернет-сайт. Для конспирации порошок упаковали в компьютерные динамики. Оперативники посылку перехватили, распотрошили и собрали обратно, предварительно заменив запрещенный препарат на безобидный порошок, сходный по цвету с оригиналом. Данная посылка была доставлена получателю. Он излёг наркотическое средство, как он считал, из музыкальной колонки, после чего собирался его употребить. Употребить... ...сотрудники ФСБ Краснодарского края. Сейчас по этому делу утвердили обвинительное заключение и передали его в суд. В Тихорецком районе расследуют уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. 17-летняя девушка проводила вечер в компании старшего брата и его друзей. Молодые люди распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, один из парней решил сходить в магазин за добавкой. Девушку пригласил с собой. Заходя мимо школьного стадиона, молодой человек предложил девушке вступить в половую связь. На что-то отказалась. Тогда парень повалил девушку на траву, толкнул ее, чего она упала. И, удерживая ее за руки, угрожая применением в отношении насилия, изнасиловал. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения. Водка столичная, водка золотая рыбка, коньяк кизлярский и многое другое. В списке изъятого контрафактного алкоголя, который нам предоставили в Управлении по экономической безопасности, значится больше 30 позиций. Изъяли это жидкое богатство в станице Каневской. Сказать, что партия крупная, значит ничего не сказать. Такого количества контрафакта даже многие полицейские не помнят. Не то, что рядовые жители. Занималась реализацией левого алкоголя групп полиции из Павловского района. Когда пришло время, всех их взяли с поличным на территории склада, который был просто завален ящиками со спиртным. Сам склад располагался в промышленной зоне на окраине станицы. Во время проведения обыска на складе станицы Павловской на территорию склада заехала машина со спиртом. Данная машина была задержана и впоследствии арестована. Водитель скрылся. Было изъято более 30 тысяч бутылок водки и коньяка и 8 тонн спирта. Одного литра спирта хватает примерно на 5 бутылок самодельной водки или коньяка. Если перевести 8 тонн 96-градусной жидкости в готовые контрафактные полулитровки, то к изъятым 30 тысячам бутылок прибавится еще 40. Будет проведена экспертиза на установление качества нелегальной продукции. А полицейским теперь предстоит выяснить в подробностях все пути при поставок сырья и сбыта готовой продукции. Если вину задержанных докажут, им грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или 6 лет тюремного заключения. На ночь глядя, сочинские полицейские наведались в места компактного проживания. То есть прошлись по тем адресам, где обрели временную крышу над головой работники, приехавшие строить в Олимпийскую столицу. Подробности в нашем материале. Эти походы у людей в погонах – часть подготовки города к курортному сезону. Мобильные группы полиции работают как фильтры, пропуская через себя данные множества людей. Перед силовиками стоит задача выявить тех, кто находится в городе незаконно. Представляю документы, доставайте паспорта, выходите. Рейды решили проводить одновременно во всех районах города. Всего за минувшие выходные водилы полиции доставили около 500 человек. Попался в сети профилактических бригад даже человек, находящийся в международном розыске, житель Белоруссии. Но один международник – это случай. А вот работники нелегалы – ежедневная реальность. Схема действий полиции всегда одна и та же. Обнаружили нарушения, написали протокол, объяснили права и обязанности. Любое выдворение будет проводиться за счет фирмы, на которой вы работаете. Сколько бы ни проводили выдворение, меньше нелегалов не становится. Очень много в Олимпийской столице частников, которые хотят построить быстро и недорого. А для этого нужны рабочие, которых постоянно ловит полиция. А пока на родину отправляют одних, в город успевают прибыть другие. Потому что очень много желающих заработать денег на стройках Сочи. Скорее всего, меньше работы с нелегалами у местных полицейских станет только тогда, когда в городе уже нечего будет строить. А пока рейды продолжаются. Попадаются мобильным группам не только незаконно проживающие. Множество протоколов написали на другие распространенные в наших городах нарушения. Распитие алкоголя в общественных местах и хулиганство. Евгений Вольский, 9 канал. В Каневском районе легковушка встретилась с танком. Вернее, с памятным мемориалом на распути дорог, на котором установлен танк Т-34. Автомобиль от удара о каменную преграду загорелся. В этой груди металла только знаток сможет различить Ниссан Кашкай. Управляла машиной женщина, сейчас она находится в местной больнице. Женщина в крайне тяжелом состоянии, в настоящий момент состояние стабильное, тяжелое. В основном превалирует ожоговая травма. Быстро выяснить, кем же является пострадавшая, не получилось. У госпитализированного водителя при себе документов не нашлось. Самой вероятной из причин ДТП полицейские называют превышение скоростного режима. Женщина не сумела сориентироваться и наехала на барьерное ограждение. Местным медикам сейчас нужно думать, как поставить пострадавшую на ноги, а властям, как восстанавливать памятник. Его реконструкцию проводили всего год назад. Ровно 10 минут потребовалось краснодарским полицейским, чтобы задержать грабителя. Помогли им в этом камеры наблюдения единой диспетчерской службы города. На этих кадрах отчетливо видно, как молодой человек присаживается на скамейку рядом со спящим мужчиной. Еще мгновение и содержимое нагрудного кармана уже в руках злоумышленника. Оператор ослел сопровождение уходящего, так сказать, гражданина, который совершил кражу. И передали эту информацию дежурному по ОВД города. То, что было дальше, похоже на кадры боевика. Пусть мужчине преграждают две патрульные машины. Уже через несколько секунд злоумышленник оказался в окружении полицейских. Все произошло настолько быстро, что грабитель, похоже, растерян и обескуражен. На неудачливого грабителя завели уголовное дело. Программа «Что случилось на этом» завершается. В студии для вас работал Николай Филаткин. Через несколько минут смотрите «Факты» на 9 канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова